Здравствуйте, с вами Влог. Ничего святого с Сергеем Паярковым. Я тут художник, который можно видеть каждого. Итак, судьба русского языка в мире однозначно все печальнее и печальнее. Становится понятно, что русский военный язык, похоже, по скорости и глубине погружения, стремительно обгоняет русский военный корабль. Вот здесь, в аэропорту Шопена, в Варшаве, откуда мы уже на машине поедем назад в Украину, что объявления делаются по-польски, по-украински, ну и даже реже по-английски. А когда-то были времена, что здесь и по-русски были объявления. Так вот, начнем с коммерческой составляющей. Русский язык к чертовой матери уходит из коммерческой жизни. Раньше, вот в всех этих вендинг-машинах, в аэропортах, фильмы в самолетах, все это имело в том числе и русский перевод. Русские фильмы исчезли с транс-атлантических рейсов напрочь. Внутри американские рейсы днем с огнем не найдешь русский фильм. А русские фильмы, сделанные в России, там иногда все-таки проскакивали. Исчезли переводы фильмов на русский язык. Исчезли русские субтитры. Русский язык стремительно, стремительно вытесняется тайским, испанским. Вы понимаете, ведь высочайшая конкуренция в мире. Русский турист, он как мамонт, он уходит в прошлое, в небытие коммерческое. Россияне уже не интересны миру. Надо десятилетия потратить, чтобы твой язык в мире стал тем, так называемым, языком межнационального общения. Да, вот этот жупел, который навязывался нам, Российской империей, всегда советские люди до мозга костей гордились, что русский язык, по их мнению, стал языком межнационального общения. Уже нет. Конкретный пример. Вот когда мы ждали возле стойки регистрации в Нью-Йорке, где-то минут сорок, мы заранее приехали в аэропорт, я разговаривал с поляком. Такой себе очень грамотный поляк, он работает в Великобритании, у него прекрасный английский. Ну, у его жены английский похожий, поэтому они с моей женой как бы общались по-английски на своем уровне, мы с поляком на своем. Рядом с нами стоял, тоже ждал в очереди, дедушка из Еревана. Там было очень много людей, у которых была пересадка на Ереван, и он тоже с нами говорил по-английски. Вы понимаете, ведь этот поляк, он даже постарше меня, он прекрасно говорит по-русски на самом деле, он отлично владеет русским языком. Поверьте мне, что и дедушка из Еревана, ну, наверняка русским владеет лучше, чем английским. Но мы втроем, ну, в основном разговаривали мы с поляком, он как бы просто так участвовал в разговоре короткими репликами. Мы использовали в качестве языка межнационального общения английский, а никакой не русский. Вот вам результат войны в Украине, вот ваша долбанная спецоперация до чего довела. И назад вы уже не отыграете. Мы когда с семьей ездили в Грузию, в Батуми, там вся молодежь англоязычная. Они прекрасно говорят по-английски, вот я тут общался в аэропорту, полицейские, там продавцы кофе, в отеле персонал прекрасно говорят по-английски. Друзья мои, нам очень важно, чтобы русский военный язык, как и русский военный корабль, побыстрее к чертовой матери ушел по известному адресу. Нам надо не просто уметь говорить по-украински, тому що володіння щирою, соловіною українською мовою наеду статним, це є необхідним. Нам обязательно еще нужно, как детям, вот английским, шведским, владеть свободно английским языком. Потому что это язык будущего, потому что конкурентноспособность выглядит именно так. Мы не должны уподобляться россиянам, которые, вот у них есть такой типочек российский, вот оно умеет, единственное, что в жизни, это говорить по-русски. Больше оно не умеет ничего. Вот только вякать на своем вот этом вот великом и могучем. Ничего другого он не умеет, это единственное, чем он гордится. Вот именно это заполняет его гордостью. Он убедил себя и его убедила власть, что этого достаточно, чтобы быть собой гордым, и ему нет. Нам, украинцам, недостатньо володіти украинской мовою, цього замало. Нам треба бути конкурентостатными. Мы живем в свете величезной, шаленої конкуренции. Зверніть увагу, весь інтернет англомовный, большість информации в интернеті, больше половины на английской мове. Зверніть на это увагу, это важно. Поэтому, если вы хотите пользоваться Гуглом, вы должны знать русскую мову. А если вы пользоваетесь Гуглом, исключительно украинской, русской, білорусской або казахской мовы, а не іншими, тогда вы не умеете пользоваться Гуглом. Якщо вы рухаете вперед цивилизацию в своей країні, якщо вы вчений, якщо вы художник, якщо вы журналист, вы повинні володіти англійською мовою. Потому что украинский, узбекский, татарский, білорусский и русский язык все вместе взятые, это 5-6% информации в интернете. Если вы не пользуетесь языком мира, то тогда для вас мир закрыт. И вот здесь мы должны брать, естественно, пример с израильтян. Это лучший пример, который только может быть. Они прекрасны в том, что дали возможность старшему поколению договорить на идише, а уже все молодое поколение говорит на иврите. И поэтому мои дети между собой и с нами говорят исключительно на украинском языке. И поэтому здесь, особенно за границей, мы никогда ни с кем из принципа не общаемся по-русски. Кстати, в этой очереди на Ереван, там, конечно же, были россияне. Но они тихо, как мы ж под веником сидели и даже не хрюкали. Они даже боялись вякать. Они прекрасно понимали. Ну, я довольно экспрессивный человек. Что я говорил по поводу Раши, что говорил по этому поводу этот поляк, что говорил армянин. Поверьте мне, они прекрасно понимали. И они просто головы в плечи повсовывали и молча отворачивались. Мы прекрасно понимали, что и вот эти вот, которые возвращаются в Ереван откуда-то, вот, что они тоже, вот, они тоже, возможно, едут куда-то дальше. Они прекрасно понимают, о чем мы говорим. Но имперская спесь тонет вместе с имперским кораблем. Адрес, по которому должна пойти империя, вместе с ее вот этим военным русским языком. Вот, ребята, какая музыка? Русский язык должен исчезнуть и по-русски. Вот, как язык межнационального общения, однозначно. Пусть он остается языком той территории, которая останется от Российской Федерации. Пусть на нем говорят его природные носители. Вот я помню, что поляк, он вообще кричал, что нет такого языка. И этот армянин кричал, что да нету такого вообще государства, нет такого народа. Что это просто захватчики, это просто варвары, что это какое-то иго. И вот это ощущение всех соседей Российской Федерации, что русский язык это наказание. Вы знаете, в России принято наказывать работой. И Россия своим русским языком наказывает всех своих соседей. Русский язык это наказание. Это то наказание, которого мы с вами не заслужили. И, наверное, уже мое поколение спокойно договорит на всех языках, которые ему удобны. Я горд тем, что мои дети, я надеюсь, как и ваши, между собой общаются по-украински. Когда моя мама с кем-то, господи, моя мама, оговорка по Фрейду, да? Мама моих детей, то есть моя жена, с кем-то говорила по телефону из знакомых по-русски. Дочка сказала, Софийка, мама, ты так дыко слуха, что ты говоришь российскую. Вот я очень хочу, чтобы ваши дети так же реагировали на то, когда вы говорите с кем-то по телефону на русском языке. А вас я попрошу обязательно перепустить этот влог, чтобы все русскоговорящие, русскоязычные, русскопонимающие понимали, что происходит на самом деле. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайки, написать комментарии. Друзья, ну а победа, как вы видите, да она уже очень во многих параметрах за нами, потому что за нами не заржавеет.